Всем привет! Хотела сказать доброе утро, но время полдвенадцатого. А тебе что? Нормальное московское утро. Я встала уже раньше, дела рабочие сделала частично. Сейчас будем с вами обед-завтрак готовить. Я вчера пожарила рыбу. Ну, филешки вот эти, которые я купила. Ну, такое. И вот думаю, что бы к этим филешкам на гарнир сделать. И вспомнила, что у меня есть полента. Может быть, полента это кукурузная каша. Ну, наверное, я ее когда-то пробовала. Но, по-моему, никогда не готовила. Поэтому будем сейчас экспериментировать. Заодно кастрюляку новую попробуем в действии. Что-то у нас сегодня так самолеты разлетались. Капец просто. Слышите? Наверняка слышно. Черешня моя уже облетела. Сколько это в этом году, знаете, стремительная осень. Такое ощущение, что вот я, например, ничего не успела. Я так хотела в золотую осень посмотреть несколько усадеб. Карьер хотела в Дзержинском посмотреть. Я понимаю, что я ничего не успела. Потому что, ну, как бы осень это только половина. Но уже все облетело. Уже такая голая осень начинается. Хотелось бы эту золотую. Так, я начинаю снимать. Обязательно там кто-то шоркается. Надо сегодня в магазин съездить им за наполнителем. Ну, вот какие-то такие-то дела. Ладно, сейчас начнем что-нибудь готовить. Не что-нибудь, а по ленту. Солнышка нету. Пасмурно сегодня. Ветерок. Сейчас покажу вам. Смотрите, одинокий цветок. Который уже можно, да, наверное, выкорчевать. Петрушечка. Такая микрогрин петрушечки. Ну, может быть, можно использовать. Там вон еще микрогрин, но уже подрощенный укропчик. И, блин, черешня. Все, три листочка. И будут опять те палки полгода торчать. Ну, что поделаешь? Что, как говорится, поделаешь? Так, кошакам трава. Она уже подвяла. Подвявшую они не очень-то едят. Ну, пусть пока еще постоит. Цветочки, вай. Как-то так. Дульсины. Здравствуйте, Дульсины. Тут моя приблуда, чтобы снимать. Так, вот дресняшечка, которую я вчера приготовила. Это филе какой-то рыбы. В общем, сейчас на гарнир будем делать с вами паленту. Такую вот. Такую вот паленту. Так, приблуду повесила. Такая палента. Почитаем, как ее готовить. Вроде как она польская. А вот. Способ приготовления. При постоянном помешивании засыпать паленту в подсоленную кипящую воду. Предварительно добавить сливочное или оливковое масло. Довести до кипения, непрерывно помешивая, варить еще 2 минуты. Соотношение между водой и кукурузной крупой составляет 1 к 3 или 1 к 4 в зависимости от желаемой консистенции. Ну, наверное, к 1 к 3, да? Так, а что нам надо? Так, убираем вот это. Рыбоньку. Надо набрать водицы. Моя кастрюляка. Такая маленькая, прикольненькая. Так, 1 к 3. Одна палента, 3 воды, да? Не наоборот ведь. Составляет между водой и кукурузной крупой. А нет. Одна вода, 3. Вот этих. Ну, если вода и кукуруза. Ну, короче, ладно. Значит, что надо сейчас? Сейчас я помою эту кастрюляку. Так. Включаемся. Сейчас пошумим немножко. Сколько заливала? 160 грамм. Давайте еще 200. 200. 200 грамм. Что-то вообще мало. Короче, ладно, два стаканчика. Получается 160, 160, 320, 360 грамм. Так, сюда же, ну что, сразу солюшки. Так, щепотка. Там видно, что-то. И, наверное, сюда же сразу неплохо было бы какие-то специи. А что она будет без специй? Так, специи. Давайте итальянские травы захреначим. Итальянские травы. И давайте немножко перчика, да? Красненького. Так, все, теперь ждем, когда это приблудо закипит. У меня есть венчик. Кипящая вода, да, кидаем? Сейчас еще на масочку положу. Ну, это просто не делается. Здесь нужно, чтобы не делиться. Но масочка, наверное, не сразу вот. В процессе. Так, скрываем это великолепие. Ну, я, наверное, представляю, как она выглядит, что крупа и крупа. Ну, у нас тоже продается такая кузная крупа. Посмотрите. Ну, просто у нас как-то она не очень популярна. Либо это вот просто помельче. Сейчас будем крутить и вертеть. Сейчас я думаю, что быстро закипит. Так, сколько там было? Мысли шесть. Где-то шесть стаканчиков, что ли? Слушайте, ну, немного не будет. Советчики. Что-то мне, как-то, кажется, много. Но реально написано один к трем. Если у меня два стаканчика воды, то мне надо шесть таких стаканчиков. Ну, что-то, как-то, не знаю, смотрите, кипит начинает. Да, ставлю, наверное, на меньшую. Ну, давайте. Еще. Получится, что получится, да? Давайте будем смотреть в процессе. Так, как повар заправский. Будем смотреть по ситуации. Красивый там в кадре это смотрится. Что-то, мне кажется, там будет много. Так, они написали. Или, может, я что-то куплю? Тогда еще поменьше. Ну, как тут один к одному будет самый идеальный вариант. Потому что она уже вот так вот висла. Да, конечно, что они так понаписали-то. Ешкин-матрешкин, это уже надо водить и подбавить. Может, я там что-то купонула? С левой рукой. Ну, вот этого, мне кажется, достаточно. То есть на два стаканчика воды, два стаканчика этих моментов. Еще бы я водички подвела. Потому что она сейчас немножко проварится. Размаривается. Что-то не знаю. Может, я с утра как-то куплю. Написано один к трем. Так, давайте сюда маслечко сразу. Ой, ой, ну все, заурчало. Заурчало, закричало. Давай сейчас маслечко растворится и, в принципе, все. Ну и все. Травками пахнет. Солюшка есть, значит, будет не такая непресная кашка. Малашка. Все. Выключаем плитку. Доразмешиваем. И все, девочки, сейчас будем пробовать. Сейчас красоту эту красиво выложим и будем пробовать. Ну вот как-то так получилось. Полента, рыбка, баклажанчики. Так, пробуем, пробуем по ленту. Пробуем. Она проварилась-то хоть. Я бы, наверное, еще сольки добавила. Группа и купа. Сейчас кореньчу выдающегося. Кускус мне нравится больше. Рыбка. Рыбка. Баклажанчик. Ну, кашка так на троечку. Не, она, в принципе, вкусная, но никогда она не будет соревноваться с нашей горячей. Или с кускусом. Какие бы специи в нее не добавили. Все, девочки, я доедаю. И ухожу в работу. Вам отличного дня. Хорошего настроения. Напишите ваши ощущения. Пробовали ли вы по ленту? Готовили ли? Как готовили? Ну и как? Как оно вам? Понравилось? Лень. Будет очень интересно почитать. Все. Пока-пока. Привет-привет. Я приехала погулять к озеру и к реке. И тут такая тишина. Ни птички не поют. Ни лягушки не квакают. Все такое. Ощущение поздней осени. Хотя еще только середина. Смотрите, все уже пооблетело. Это ольха. Как мы выяснили ранее. У нее такие шишечки интересные. Не наступить бы тут же это. Аккуратно все. Смотрите. Есть вот такие шишечки. Давай поймаешь, нет? Кручи-сережки. А есть вот такие шишечки. Вот так вот. Такая красота. Заката сегодня не будет. Тучи прям серые-серые-серые. Фигаются. Все, ладно. Я уже на самом деле закончила свою прогулку. Все снимала для инстаграма. Думаю, ну ладно. Раз уж снимаю такую красоту. Надо и на ютуб тоже красоту навыкладывать. У меня букетик. Ну, в общем, картина масла. Все уже такая поздняя-поздняя осень.